Всем привет! Сегодня мы будем отрабатывать вальсовую тройку. И для этого сделаем пару-тройку упражнений. Перед тем, как мы приступим к упражнениям, призываю всех подписаться на инстаграм-канал. Ссылку вы увидите в описании и на экране. И что еще? Все, поехали! Давайте изначально разберемся, из чего состоит вальсовая тройка. Вальсовая тройка это тройка вперед-наружу плюс выезд. И сейчас мы попробуем проработать все эти элементы отдельно. Я предлагаю начать с выезда, потому что выезд это, во-первых, самый сильный толчок, который будет заставлять вас двигаться. Во-вторых, очень важно удерживать плечи на выезде с тем, чтобы вас не крутило в тройке и с тем, чтобы вы могли управлять своим корпусом. Поэтому первое упражнение, которое мы сделаем для вальсовой тройки, это серию выездов. Делать будем вот так. Руки держим в круг, это очень важно. Мы должны удерживать корпус развернутым в круг. А ногой делаем толчок. Раз и проехали. Раз и проехали. Раз и проехали. Раз и проехали. Старайтесь делать 10 таких толчков подряд. И потом можете повторить это еще несколько раз. Руки держим в круг. Два. Три. Четыре. Никаких лишних шагов не делаем. Носок развернут вбок. Обратите внимание, он на борт развернут. И колено толчковой ноги выпрямляется после каждого толчка. Смотрю я сейчас по ходу движения. Отлично. А теперь перейдем к самой тройке. Очень важно, как делать тройку. Я сейчас покажу, как ее начать. Не старайтесь ее начать с разбега. Начинайте с места. Перед тем, как начать, выстроим позицию. Тройка у нас наружная, поэтому мы сразу завалим опорную ногу на наружнее ребро. Другая нога будет стоять перпендикулярно для лучшего толчка ребром. Руки. Руки на уровне плеч. Последите, чтобы у вас рука не упала. Иначе вы лицом пойдете вниз. И сразу у вас все развалится. Эта рука вас ведет. Вы на нее все время смотрите. Это вам, кстати, очень пригодится при изучении сальхова, так как сальхов чаще всего выполняется с наружной тройки. Вы будете идти за рукой. Вы будете на нее смотреть. Но очень важно при этом не забыть и про эту руку. Она держит баланс. Мы на нее не смотрим, чаще всего забываем, и она падает. Нет, обе руки держим. Это ведущая. И сейчас я сделаю первую очень важную дугу, наезд. И вот до того, как повернуть, я буду наезжать на эту руку и на нее смотреть. С ребенком, с детьми я тренируюсь так. Они должны делать наезд до того момента, пока я им не скажу поворачиваться. Это важно, потому что, когда вы контролируете, вы можете делать это, пока вам не скажут. Те, кто не контролирует, они их крутят, и они поворачиваются без команды. Поэтому смотрите, что я делаю сейчас. Я сейчас еду за этой рукой. Я ей как бы открываю дверь. Я ее туда увожу и за ней еду. Ну а сейчас мы сделаем эту дугу с поворотом. Мы сначала проедем, а потом нам нужно будет собрать ножки, выпрямить коленочку и сделать поворот. Трудно сделать медленно, но я постараюсь. Смотрите, наезд, собрала ноги и поворот. В вальцевой тройке после поворота мы не делаем длинную дугу выезда. Мы практически сразу ставим вторую ногу и делаем выезд. И выезд. И все повторяется. Здесь мы собираем ножки, выпрямляем и опять. Раз. И выезд. И выезд. Очень важно, когда вы делаете выезд, поддержать выезд, сделать его долгим, красивым. Показать, что вы держите корпус. Чтобы удержать корпус, ваши руки не вращаются вместе с ногами постоянно. Вы их держите в определенной позиции. Вот эта вот точка, в которой вы держите, здесь вы держите руки. Они у вас не крутятся сюда, иначе вас начнет крутить. Это важно. Еще раз я покажу. Итак, а теперь давайте попробуем еще раз пройти по всем самым важным моментам. И я попробую проговорить все то, на что вы должны обратить внимание, и то, где чаще всего делаются ошибки. Первое – это руки. Никуда их не роняем, не так. Вот эта рука часто падает у людей. Следим за этим. Эта рука ни в коем случае не клюет. Очень часто, начинающая особенно, начинает наклоняться вот сюда вперед. И вот эта рука опускается вместе с корпусом. Это очень плохой момент. Почему? Потому что вы сразу же давите на зубец и начинаете скрести зубцами. Этого делать нельзя. Корпус прямо. Вы здесь садитесь ровно. Ровно над пяткой. Ровно на середине конька. Вы сидите, толкаетесь и едете. Второй момент. Этой рукой вы ведете. Вы должны не забывать, что не вы двигаетесь отдельно от руки, а рука вас ведет. Что я часто вижу у тех же начинающих? Какая ошибка? Едут вот так. Рука сама по себе осталась, да? Либо едут вот так. Руки не имеют никакого отношения к тому, что вы делаете. Нет. Правильно, это рука, она вас ведет. Вот вы ее открываете как бы дверь, вы себе заводите и едете за ней. Вот это второй момент. Третий момент. Что не наклоняться, я уже сказала. Третий момент. На ребро ставим ножки. Очень важно начать с ребра, тогда у вас дуга будет получше, по... Как сказать, порезче. Будет порезче. Четвертый момент. На повороте обязательно вытянуться. Все повороты совершаются на прямых ногах. Об этом нельзя никак забывать. Вращение и повороты совершаются на прямой ноге. Поэтому вот здесь вот нужно обязательно вырасти и ножки собрать. Это грамотно. Есть моменты, когда фигуристы выполняют тройки или двойные тройки или твизлы, не зафиксировав вторую ногу. Вернее, не зафиксировав, неправильно сказала, не прижимая ее. Но держат ее здесь. Ну так она зафиксирована у них здесь. То есть можно ее зафиксировать как угодно. Если вы вот этой ногой себя крутите, ее можно не прижимать. Но это не вопрос к начинающим. Начинающие должны всегда на поворотах, это прям большими буквами я сейчас напишу на экране, на поворотах прижимать свободную ногу к опорной. Профессионалы могут этого не делать, потому что они могут ее фиксировать в воздухе. Более того, чаще профессионалы этой ногой себя крутят. Мы себя крутим только рукой. Итак, это пятый был момент. Здесь нужно вырасти, прижать ногу и повернуться. Извиняюсь, не очень удачно сделано. И последний момент. Мы делаем два толчка. Мы делаем два толчка. Первый толчок мы делаем на выезде. Вот здесь вот. И нужно посильнее сесть. И посильнее вот так себя толкнуть, чтобы хорошую скорость набрать. А второй толчок мы делаем вот здесь. Обратите внимание на то, что у меня прямое колено. И носок смотрит на борт. Не вниз, а на борт. Ну и в конце уже нашего занятия я покажу, как это будет выглядеть полностью. Сейчас наберу скорость и сделаю вальсовый тройку. Обратите внимание, что мы всегда смотрим по ходу движения. Вы должны видеть, куда вы едете. А вот тогда на борт. Ой, давайте. Когда мы начнем по ходу движения. Давайте посмотрим. Уходиmar Barton. Ну а на этом все, наш урок подходит к концу, не забывайте подписываться на наш инстаграм, тренируйтесь вместе с нами, до новых встреч. Кстати, кто хочет поддержать наш канал финансово, в описании есть контакты, карта Сбербанка. Спасибо, пока и до новых встреч. Жень, иди сюда. А сейчас нам Женя покажет вальцевую тройку. Женечка, покажи, пожалуйста, вальцевую тройку. Все то, что сейчас мы с тобой проговорили, с самого начала, пожалуйста. Женя, ручки держим. Вот типичные ошибки. Женя крутит руками постоянно. Работай, работай! У Жени типичная ошибка. Во-первых, он не держит руки. Женечка, руки подними, пожалуйста. Во-вторых, он крутит корпусом, не останавливаясь. Он не фиксирует позиции выезда и въезда в тройку. Мы с ним начали работать недавно, поэтому вот эти вот вещи он не отслеживает. Ну, второе, естественно, у него не выпрямляются ноги нигде. Вот здесь, видите, он поворот делает на согнутой ноге. Ноги не собирает. И здесь он тоже их не собирает, хотя, когда вот шаг делал, он должны собираться ноги. Вот, поэтому пока эта троечка на тройку с минусом. Теперь предлагаю посмотреть кусочек из произвольного танца Оксаны Домниной и Максима Шабалина. Вальс-маскараде. Внимание, экран. Ну, вот мы видим здесь, что Оксана делает вальсовую тройку, и в конце уже на выезде у нее есть один твизл назад наружу. Максим делает две обычные вальсовые тройки, такие, какие мы с вами только что тренировали. Предлагаю посмотреть медленный повтор, чтобы разобрать все детали, которые мы с вами обсуждали в течение урока. Давайте сейчас договоримся, что будем смотреть только на Оксану. У них, кстати, там немного по-разному они делают, поэтому посмотрим на них отдельно. Вот. Хочу обратить ваше внимание на вот этот момент. Посмотрите, насколько выворотна у Оксаны нога. Насколько у нее хорошая выворотность изобедренных суставов. Он тебе говорил вам, что свободная нога должна быть развернута на борт. Носочек свободной ноги и колено свободной ноги должны смотреть на борт. Посмотрите, то же самое у Максима, куда смотрит носок его свободной ноги и колено. Не совсем в лед, конечно, но и не набор, немного так по диагонали. Выворотность изобедренных суставов это скорее больше природная данность. Кстати, кстати, в балетных училищах, при приеме ребенка в балетное училище, одним из факторов, который оказывает влияние на решение принятия ребенка в балет или нет, это как раз очень важный фактор, это выворотность изобедренных суставов. В фигурном гадании такого нет, на эту природную особенность обычно не смотрят, но, тем не менее, факт остается фактом. У кого-то эта выворотность хорошая, у кого-то нет. Ну вот, кстати, у мужчин по понятным причинам тазовые кости менее подвижны. И мы это видим на нашем экране сейчас. Поэтому, что я хочу сказать, это не ошибка, это просто элемент генетики. Как правило, у мужчин носок будет смотреть не четко в сторону, а вот немножко вниз. Но у всех по-разному. У женщин, кстати, тоже не у всех идеальная выворотность. Например, у Анны Щербаковой, вот я сейчас вам покажу ее фотографию. Вот, у нее тоже все время колено смотрит вниз. И, кстати, многие обозреватели зарубежные очень часто говорили, я слышала, что отличная хореография у нее в руках, все в порядке, но с ногами что-то не то. Вот, это первый момент мы обсудили, давайте смотреть дальше. Помните, во время урока мы говорили о том, что во время поворота мы соединяем ноги, собираем ноги и вытягиваемся наверх. Смотрим, что происходит у Оксаны. Видите, не до конца она притянула свободную ногу к опорной. И чуть-чуть все-таки не доработала здесь. И колено у нее тоже выключается не до конца, но я думаю, что это связано во многом с большой скоростью, на которой они делают упражнения. Ну, вот здесь она тоже не прижала ногу на твизле, заторопилась, скажем так. Хотя нога здесь должна быть прижата. К Максиму у меня в данном случае нет претензий. Вот смотрим еще раз. Так, посмотрите, поворот он прижимает ногу, четко выходит и он дотягивает колено. Здесь видно, что он полностью дотягивает колено на повороте. Вот такой нюанс. Еще хочется обратить ваше внимание на то, как они держат спину. Да, давайте в последний раз сначала посмотрим на Оксану. Оксана даже прогибает спину назад. Это не просто элемент декора в фигурном катании, да, это и техника. Потому что если вы начинаете наклоняться вперед, то вес у нас тут же смещается на зубец. А при поворотах, особенно при поворотах с хода назад на ход вперед, конечно, это недопустимо. Вес должен всегда стремиться быть где-то посередине, чтобы мы могли быстро переместиться на пятку и повернуться, да, и быстро переместиться чуть-чуть вперед, но ни в коем случае не на зубцы. Поэтому вот смотрим. Вот она закидывает спину назад. Она легко может, наверное, коснуться головой пятки, я так думаю, при ее гибкости. Замечательная. Ну, а Максим просто держит спину ровно. Кстати, вот для тех фигуристов начинающих, которые планируют в ближайшее время изучать аксель, вальсовая тройка – это тот элемент, с которого я советую вам начать ваши упражнения. Потому что, если вы знаете на английском, перекидной прыжок, прыжок, предваряющий аксель, называется waltz jump или по-другому вальсовый прыжок. Вальсовый прыжок исполняется из вальсовой тройки. То есть вы должны научиться делать вальсовую тройку на такой скорости, какой вы сейчас видели в исполнении Оксаны и Максима. И тогда у вас прыжок, перекидной прыжок получится сам собой. А чтобы сделать аксель, там нужны еще некоторые упражнения. И мы как-нибудь обсудим это в следующий раз. Я думаю, это тема отдельного видео. Кстати, с Женей мы сейчас уже начали работать над прыжками, в частности, над будущим акселем. И мы будем снимать потихоньку, показывать, делиться. На сегодня наш урок закончен, наше обсуждение. Элемента вальсовая тройка закончена. Я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok